Вы просто посмотрите, у меня два микрофона. Где вы еще такое увидите? Только у меня на канале. Буду показывать вам образ роскоши бутюков и все богатства мира у твоих ног. И заодно с вами поговорю. В принципе, я зашла сейчас на YouTube, чтобы с вами поговорить. Вы знаете, у меня была однажды такая история, когда мы стояли с подружками возле кафе, и одна из них говорит, Крис, а ты знаешь, что слово «хуй» на Древней Руси? В Древней Руси, как правильно? Говорит, ты знаешь, что слово «хуй» в Древней Руси символизировалось деньгами? И вот если произносить слово «хуй» постоянно, тебе будут приходить деньги. И вот мы стоим возле этого кафе, и все втроем кричим «хуй» на всю улицу. И тут останавливается мужчина в белом воротничке и говорит, Девочки, а что вы здесь такое делаете? А мы такие, да мы просто едем машину заправлять, и он мне дает 5000 рублей и уходит. И вот до сих пор, прошло уже лет 6, я думаю, я ему понравилась или реально сработала техника, как считаете? Попробуйте, кстати, попробуйте вот так покричать слово «хуй» где-нибудь, и посмотрите, что будет, сколько миллионов вам прилетит в ваш карман. Вот как вы считаете, какой самый ужасный мужской знак зодиака существует из этих 12, которые есть у нас в звездном небе. Мне кажется, в принципе, знаки зодиаки для женщин и для мужчин должны быть разными, потому что дьява мужчина — это пиздец. Семь, такой вечерак, такой вечерак зародим на корпоративе такого им байба. Байба создаст ваша бэйба. Вы знаете, я вот просто обожаю веселье. Мне кажется, мне уже нужно получать деньги за веселье. Я прихожу, когда на какой-нибудь праздник, я просто тупо веселюсь, мне так хорошо, и так все всегда весело, я так люблю людей. Наверное, уже надо делать из этого профессиональную деятельность. Мне все приходит и приходит из сообщения, кто же мне там написывает. Визуально удлинять себе глаз. Я, конечно, так это все не оставлю. Это все будет тушироваться чуть-чуть здесь. Мы как бы рисуем с вами, да? Все такой кисточкой. Твердой кисточкой. А вот мужчины-козероги, это же вообще... Ломовые, они ломовые. Хер, хер вот ты их пробьешь. Такие консерваторы, это же вообще... Ну мы сегодня будем их застирать. Любой знак зодиака с ним будем застирать. Просто говорит, какие минусы. У каждого человека, конечно, есть плюсы. Но, знаете, я столкнулась с такой вещью, что люди часто... Вот женщина, спрашиваю, кого ты хочешь встретиться? Какого мужчину? И она вот его описывает всего такого идеального, красивого, умного, образованного. Вот ты спрашиваешь, а с какими недостатками в нем ты готова смириться? И человек не может на это ответить, потому что мы всегда думаем о том, какого идеального принца я хочу встретить. Также какую идеальную принцессу я готова встретить, чтобы она там в сексе была классная, готовила борщ обалденный, мозги не делала, денег не просила, сама работала, а недостатков не подумала. И потом мы встречаем вот эту идеальную принцессу на горошине. Маму вашу не любят. Вот представляете, вот все в ней классно, все вот борщи вам готовят, не пилят вас, минеты вам по восемь раз в день. А мама вашу не любит. Говорит, слушай, не хочу общаться с твоей старой каргой, иди и сам общайся. И все, и вот этот вот идеал бьется о скалы одного ужасного, весомого достатка. Вот, козероги, козероги мужчины, это, конечно, верх консерватизма. Упертые, как очень упертые. Хрен ты их пробьешь. Но зато очень умеют ставить себе цели. Вот такие вот они целеполагательные. Ну, близнецы, это вообще оторвано на всю голову. Вот если вы хотите веселье, вот вам мужик-близнец самое то. Он такой, ха-ха-ха-ха, давай, давай, ся, сна, сна. В общем, вот так вот с ним будет. Пасоваться, веселиться, хапан, все на языках. А когда все серьезно, нужно поговорить. Все это будут шуточки, которые вас будут очень сильно подбешивать. Так, ну что, мужики-раки, мужики-раки. Все в дом, все в дом. Тоже бывает консервативный, кстати, тоже так поаккуратней. Стрельцы, ну стрельцы, это, конечно, класс. У них там целеполагание, они там все время в новом, сюда куда-то двигаются. Минусы, минусы. Ну, слишком быстро он двигается. Не успеешь ты за ним, это... Будешь как авоська за ним, так... О-о-о-о, подожди меня, пожалуйста. Ай, чуть-чуть не успеваю. Поэтому нужно тоже очень быть быстрой, чтобы с мужиком-стрельцом. Ну, водолеи, водолеи это вообще пиздоболы, мне кажется. Страшные. Я, конечно, сейчас, может быть, шучу, но они любят-любят прибрать. Очень такие свободолюбивые. Но припизднуть где-то они очень любят. Это их любимая, любимая вещь. Поэтому если вы общаетесь с водолеем, делите немножко все на два. Потом кто у нас идет? Рыбы. Ну, про рыть ничего не могу сказать. Вроде нормальные все ребятки. Такие скорпионы, скорпионы-мужчины. Ох, ну это секс, конечно. Ну, это просто очень сексуальный, ребята. Очень-очень-очень любвиобильный, очень сексуальный. Там будут заниматься сексом со всем, что движется. Но, кстати, когда скорпион влюбляется, мужик, все, вернее, партнера вы не найдете. Но пока он не влюбится, он будет трахать все, что движется. Вы знаете, я, в принципе, думаю, что любой мужчина, пока он не влюбится, он будет трахать все, что движется. Но с ним все в порядке с любви, да, и с самооценкой. Ой. Господи, хоть бы ты теперь моя мама не смотрела. Скажет, господи, дочь, чем ты занимаешься? Откуда ты все это знаешь? Ну, овны это жопа, конечно. Не знаю, для меня овен такой знак тяжелый. Я из тех овнов могу воспринимать горячие, горячие. Они такие-таки прям любят спорить с ними. Такие тоже твердолобые, кстати, как козероги. Но твердолобие козерога очень сложно кого-то найти, конечно. Это просто консерватор, да, кончиков ушей. Это же просто он своим консервом бьет. Тех, кто любит новое, это вообще даже не связывайтесь. Понятно? Мужчины весы. Хороший знак, мне кажется. Очень хороший, но всегда будет вот это, а точно, не точно? Никогда не задавайте весам вопрос, а точно? Ты уверен? Никогда. Потому что этот вопрос, который просто выбивает у них почву и под ног. Они такие, о боже, о боже. Так что у нас, мужчины-львы? Ну, это вообще самовлюбленные ублюдки, конечно. Ну, я любя сейчас, классно, классно. У вас можно чему поучиться, у вас такие манеры, вы так себя любите подавать, вы так любите женское внимание, чтобы вас вообще просто вокруг окучивали. Говорит, какой, какой мужчина? Вы же просто купаетесь в этом. В хорошем смысле. Вот я такой вот самовлюбленный ублюдок, разобью-ка я из сердца. Вот это чисто мужчина-лев. Ой, хороши-хороши. Так, ну, про близнецов я сказала, что это вот have fun. Будете просто на волнах веселья, счастья, порхать с ним. Он вам подарит ощущение легкомысленности, легкости. А как вопрос идет о чем-то серьезном, тут он вас будет так бесить, что вам захочется камнем по башке ему дать. Можно тогда будет обратиться к какому-нибудь козерогу. Вот этот вообще все серьезно, по полочкам основательно. О, что-то новое. О боже, нет. О боже, я же козерог. Так, потом кто у нас идет? Девы просто бежать, бежать. Девы зануды, истеричны. Для меня это самый ужасный мужской знак. Просто самый. Зануд, для меня это зануда, истеричка. Ужас там, мне кажется, у всех не даст головой. Потому что дева априори не может знаком астрологическим быть для мужчин. В руку я сегодня не помыла голову и сделала себе вот такую красивую, роскошную козу. Ну, знаете, все роскошно. Мне кажется, я плавно перетекла в знак зодиака лев. Лев, который просто все время себя хвалит. И вот такой весь сознавшийся нарцисс. Это роскошь, роскошь, потому что она не осыпается, она не отпечатывается. Она держится хоть двое суток и стоит всего 500 рублей. А если вы еще возьмете свою скидочную карточку, я думаю, вы ее купите за добрых 315-325 рублей. Вот, вы знаете, кто-то, наверное, там смотрит мои видео и говорит, Боже, ну как можно вот так себя хвалить? Ну как можно все время петь себе сиренады любви? Но она же точно помешана на себе, у нее нарциссическое расстройство. Так вот, а я вам скажу, что хвалить себя и восхищаться собой вы не то чтобы можете. Вы должны это делать, если вы хотите прожить нормальную жизнь, а не жизнь никчемной жертвы, которая постоянно себя ругает, которая постоянно себя критикует, которая постоянно ищет одобрение в чужих глазах. Вы поймите, никто кроме вас не скажет вам, что я классный. И вот если вы даже у ста человек спросите, классный ли я, и вам ответят, да, да ты супер, вы в это не поверите, потому что вы в это должны поверить в первую очередь только мы сами. А в это потом остальные тоже поверят. Я себе нравлюсь, и я буду говорить это на камеру хоть 500 тысяч раз. 19 лет я была, боже, щиколотки не те, это не то, это не то, господи, а сейчас просто все то. Все то, все нравится, господи. Дайте только лишнее раз зеркало посмотреть. Ас, я прям тащусь. Ну я просто с ним подумала, а что я вам буду сейчас рассказывать здесь про косметику. Давайте поговорим лучше о знаках мужских, о мужских знаках зодиака, об их минусах. Давайте уже наконец-то чуть-чуть видеть минусы других, чтобы не создавать себе идеальных принцев в голове или на коллажах. Вы знаете, что у всех есть недостатки, и готовы ли вы мириться с этими недостатками. Ой, мне кажется, конечно, большой очень рот получился. Ладно. Это не самый большой недостаток. Сейчас где-то усмехнулся один мужчина. Пожалуй, сделаю это видео закрытым от своей мамы. Не надо ей такие видео смотреть. Металик, секс, вонильный секс с эльдегидами. У-у-у, задохнись, живой, живой, задохнись. Ох, задохнулась. Ну это просто секс. Задохнуться от секса. Что может быть лучше? Друзья, всем пока. Я готова покорять этот мир. Сейчас я как оденусь. Ладно, все. Кольчики-добротики. Пишите мне в дирекцию, кто говорит, какая я классная. Заказывайте консультации по личностному росту, по мотивации, по стилю, да по всему, чему угодно. Хотите поговорить за деньги, пожалуйста, пишите. Я вас прокачаю за одну сессию. Станьте такими все уверенными просто, как те самые самовлюбленные ублюдки львы. Ах... Субтитры создавал DimaTorzok